От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко. Президиума Верховного Совета Союза, Президиума Верховного Совета Союза и Черненко. Москва в дни всенародного траура. В колонный зал Дома Союзов, почтить память Константина Устиновича Черненко, пришли участники внеочередного пленума Центрального комитета КПСС, который состоялся в Москве 11 марта 1985 года. Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачиваются вокруг Центрального комитета, его политбюро. Пленум рассмотрел вопрос об избрании генерального секретаря ЦК КПСС. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС пленум и ненадушно избрал товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Руководители коммунистической партии Советского государства выразили глубокое соболезнование родным и близким Константина Устиновича Черненко. Субтитры создавал DimaTorzok Из биографии Константина Устиновича Черненко. Родился в 1911-м в Сибири, в Красноярском крае, в бедной крестьянской семье. С детства познал нужду, был отдан в люди, батрачил на кулака. От своего первого школьного учителя услышал о Ленине, о революции. Мальчишкой мечтал в рядах красных партизан защищать советскую власть от белогвардейцев-колчаковцев и закордонных интервентов. В 1926-м году в школе крестьянской молодежи вступил в комсомол. Как комсомольский активист был направлен в распоряжение райкома комсомола. Организовывал первые пионерские отряды. Участвовал в коллективизации, писал заметки в районную газету. С комсомольской юности укрепилась тяга к агитационной работе, к общению с людьми. Осенью 30-го года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Был послан в Казахстан, Джаркент, на пограничную заставу Харгос. На этой фотографии среди своих товарищей пограничников Константин Устинович Черненко. Тревожным было то время на советских границах. С территории Афганистана, Ирана и Синьцзяна совершали налеты басмаческие банды. Возник конфликт на китайско-восточной железной дороге. Няня проходила без вооруженных стычек с нарушителями. Первый свой наряд с боевым оружием в руках Константин Черненко провел в почетном карауле у гроба пограничника, погибшего накануне в очередной схватке с бандитами. Пограничная застава Харгос в наши дни. Служба на границе была пределом мечтаний для нас, тогдашних комсомольцев, вспоминал Константин Устинович Черненко. А когда мечта сбывалась, то молодежь стремилась оправдать высокое доверие и с честью до конца выполнить свой долг. Традиции мужества и высокой ответственности живы здесь и сегодня. За образцовое несение службы по охране государственной границы СССР пограничный отряд Краснознаменного Восточного Пограничного Округа в 1979 году был награжден Орденом Красного Знамени. Вручал награду воинам-пограничникам Константин Устинович Черненко. «Для меня, бывшего пограничника, это событие волнующе вдвойне», сказал тогда Константин Устинович. «Именно в вашем пограничном отряде началась моя воинская служба. Те годы навсегда запечатлелись в моей памяти. Именно здесь произошло одно из главных событий в моей жизни. Я был принят в члены Коммунистической партии Советского Союза. Здесь коммунисты-пограничники избрали меня секретарем партийной организации. И с тех пор смыслом и содержанием всей моей жизни стала партийная работа». Одним из товарищей Константина Устиновича по службе на границе был Николай Никитич Головацкий. Ныне дважды герой социалистического труда, председатель известного в Казахстане колхоза 40 лет октября. «В те годы, когда Константин Васильевич Черненко служил на этой заставе, мне выпало большое счастье служить, когда в одном отряде вместе с Черненко. Это был человек, большой организатор. Это комсомольский вожак был. Годы были трудные, не то что, например, сейчас. Очень тяжелые годы были. Но службу всегда несли отлично. Сейчас, вы видите, какое у нас горе, вся страна в трауре. Мы потеряли дорогого нам человека, который всю свою жизнь отдал служению нашей партии, служению нашему народу». После завершения службы на границе Константин Устинович Черненко вернулся к себе на родину, в Красноярский край. Здесь он проработал 10 лет. Сначала в сельском райкоме партии, потом в аппарате крайкома. А в первые месяцы Великой Отечественной войны он становится секретарем Красноярского крайкома партии. В те дни крайком работал и днем, и ночью. Необходимо было в неимоверно короткие сроки разместить более 40 крупных предприятий, эвакуированных из западных областей страны. Организовать быт. Дать крышу над головой почти для 100 тысяч человек, прибывших вместе с предприятием. И давать продукцию для фронта. Все это было партийной работой. Осенью 41-го, когда враг рвался в Москве, в Красноярском краевом издательстве вышла эта брошюра. Были в ней такие слова. Тыл и фронт у нас едины и не разрывы. Советские люди в тылу работают день и ночь. Работают под лозунгом все для фронта, все для победы над врагом. Опасность, нависшая над нашей страной, велика. Но вместе с увеличением опасности, вместе с увеличением трудностей, крепнет и закаляется воля народа к борьбе и победе. Усиливается сплоченность его рядов. Возрастает энергия трудящихся для достижения победы над врагом. Красноярск в трауре. Родина Константина Устиновича. В трудные послевоенные годы Константин Устинович Черненко направляется на работу в Пензу. На посту секретаря Пензенского обкома партии он внес большой вклад в развитие экономики области, в совершенствование системы просвещения, в развитии культуры и искусства. Траурная вахта на Пензенском заводе имени Фрунзе. Вся наша страна глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой, кончиной Константина Устиновича Черненко. В эти тяжелые минуты советские люди заявляют о безграничной верности делу коммунистической партии, еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ее Ленинского центрального комитета. В 1948 году по решению ЦК КПСС Константин Устинович Черненко был направлен в распоряжение ЦК КПСССР. Молодой республике нужны были крепкие, опытные партийные работники. Еще не зажили раны, нанесенные войной. Это было время восстановления и развития народного хозяйства республики. Первые шаги делали колхозы и совхозы. Создавались новые отрасли промышленности. Велась борьба с неграмотностью. Много сил и энергии вложил Константин Устинович Черненко в становлении советской Молдавии в работу ее партийной организации. И позже, работая в Центральном комитете КПСС, он не терял связь с Молдамией. Трудящиеся республики неоднократно избирали его своим депутатам в Верховный Совет СССР. В эти скорбные для партии и советского народа дни мы, приборостроители КПО «Волна» заверяем Центральный Ленинский комитет, что еще теснее сплотим свои ряды вокруг КПСС. Мы, трудящиеся объединения, с одобрением встретили то, что стратегическая линия партии была и остается неизменной. И в преемственности этой линии мы намерены принять самое непосредственное участие. И это мы докажем своим ежедневным, кропотливым, мирным трудом. На высоких постах, которые партия доверяла Константину Устиновичу Черненко, он проявил себя как активный борец за мир, как видный деятель международного коммунистического и рабочего движения. для участия в похоронах Константина Устиновича Черненко в Москву прибыли государственные деятели, представители коммунистических и рабочих партий многих стран мира. В память Константина Устиновича Черненко почтили партийно-государственные делегации Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, Монгольской Народной Республики, Польской Народной Республики, Социалистической Республики Румынии Чехословацкой Социалистической Республики Социалистической Федеративной Республики Югославии Память Константина Устиновича Черненко Почтили делегации Германской Коммунистической Партии Коммунистической Партии Греции Итальянской коммунистической партии Коммунистической партии Франции Португальской коммунистической партии Коммунистической партии Канады Траурную вахту несли делегации Демократической республики Афганистан Народной республики Ангола Социалистической Эфиопии Никарагуа. Колонный зал посетили делегации Федеративной Республики Германии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии. В траурной церемонии приняли участие делегации Социалистической Республики Вьетнам, Народной Республики Кампуччи, а также Китайской Народной Республики. Минутой молчания память Константина Устиновича Черненко почтили делегации Японии, Индии, Ливана, Франции, Великобритании. В Кремле главы иностранных делегаций, прибывших на похороны Константина Устиновича Черненко, Встретились с советскими руководителями. В области международной политики усилия Советского Союза концентрировались на дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с братскими странами социализма. КПСС, Советское государство делали и делают все возможное и необходимое для укрепления социалистического содружества, упрочения позиций социализма на мировой арене, для предотвращения ядерной катастрофы и обеспечения прочного мира. Советский Союз неизменно выступал и выступает за конструктивный диалог, за практические меры, ведущие к снижению международной напряженности, к установлению атмосферы доверия, сотрудничества и взаимопонимания между всеми народами и государствами. Советский Союз никому не угрожает и не стремится к военному превосходству. Но он не допустит того, чтобы какая-либо другая страна или коалиция государств получили такое превосходство. Вот почему мы и впредь будем неустанно повышать бдительность, крепить обороноспособность нашей социалистической Родины. Так говорится в обращении Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Коммунистической партии к советскому народу. Москва. 13 марта 1985 года. Верховного Совета СССР, Верховный Совета Земля, Кult. Эдемanger, Верховный Совета СССР, Верховный Совета СССР, Верховного Совета СССР, МЧА. 有 Abнатум. Редактор своего нового совета КОНЕЦ 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 Траурный митинг на Красной площади открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Дорогие товарищи, мы провожаем последний путь Константину Устиновича Черненко. В этот скорбный час советские люди воздают дань глубокого уважения верному сыну нашей партии и народа, стойкому борцу за благородные коммунистические идеалы, выдающимся партийному и государственному деятелю. Сегодня перед лицом советского народа Коммунистическая партия, ее Центральный комитет, Политбюро ЦК твердо заявляют о своей непоколебимой решимости верно служить великому делу социализма и коммунизма, делу мира, социального прогресса и счастья трудящихся. Важнейшей заботой партии и государства всегда были и останутся удовлетворение возрастающих запросов советского человека, улучшение условий его труда и быта. В центре внимания будут и впредь находиться развитие инициативы и творчества масс, строгое соблюдение порядка и законности, укрепление трудовой, государственной и партийной дисциплины. Мы будем всемирно поддерживать, поощрять и возвышать тех, кто не словами, а делами, практическими результатами проявляет свое честное и добросовестное отношение к выполнению общественного долга. Мы будем бороться против любых проявлений, парадности и пустословия, чванства и безответственности против всего, что противоречит социалистическим нормам жизни. Центральный комитет будет и в дальнейшем неустанно крепить сплоченность партии, ее связи с массами, совершенствовать стиль партийной, государственной и общественной деятельности. С именем Константину Синовича Черненко связаны осуществление внешнеполитического курса советского государства, крупные миролюбивые инициативы, направленные на прекращение гонки вооружений, устранение угрозы мировой термоядерной катастрофы. Наша партия и государство будут и дальше наращивать усилия в том направлении, делать все, чтобы сохранить мир. Мы исходим из того, что право жить в условиях мира и свободы – это главное право человека. Мы вновь подтверждаем свою готовность поддерживать добрососедские отношения со всеми странами на принципах мирного сосуществования, на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Советский Союз никогда и никому не угрожал, но никому и никогда не удастся диктовать нам свою волю. Социализм, как учил Ленин, докажет свои преимущества, но докажет не силой оружия, а силой примера во всех областях жизнедеятельности общества – экономической, политической, морально-нравственной. Делу мира и социального прогресса надежно служит растущая мощь и сплоченность стран социалистического содружества. Центральный комитет КПСС и советское правительство делают все необходимое, чтобы еще прочнее становился их братский союз, развивалось и углублялось их политическое и экономическое сотрудничество, верное принципам социалистического интернационалитма. Наша партия будет и впредь делать все для расширения взаимодействия братских стран, упрощения их позиций в международных делах. Мы уверены, что цели, которые ставит партия, идущая навстречу своему 27-му съезду, будут достигнуты. Порукой тому самоотверженный труд советских людей, нерушимое единство партии и народа. Слово предоставляется члену Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю МГК КПСС Виктору Васильевичу Гришину. Вся жизнь Константина Устиновича Черненко, выдающегося деятеля КПСС, Международного коммунистического и рабочего движения, это яркий образец беззаветной преданности великому делу Ленина строительству коммунизма. Глубоко переживая тяжелую утрату, трудящиеся Москвы, полны решимости умножить свои усилия в борьбе за осуществление решений 26-го съезда партии, последующих пленумов ЦК КПСС, выполнение планов социально-экономического развития в борьбе за дело коммунизма, которому посвятил всю свою жизнь Константин Устинович Черненко. На траурном митинге выступили механизатор совхоза Легостаевский Новоселовского района Красноярского края, депутат Верховного Совета РСФСР, герой социалистического труда Цеглимов, вице-президент Академии наук СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Федосеев, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. 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 КОНЕЦ 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 На внеочередном мартовском пленуме ЦК КПСС было подчеркнуто, что стратегическая линия, выработанная на 26-м съезде последующих пленумах ЦК была и остается неизменной. Народ и партия, сплоченные вокруг Центрального комитета, сделают все, чтобы еще богаче и могущественнее была наша советская Родина, чтобы еще полнее раскрылись созидательные силы социализма. В единстве с народом – сила партии, в единстве с партией в ее руководстве – сила народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова